В правительстве Самарской области представили временно исполняющего обязанности губернатора Вячеслава Федорищева. Ранее он занимал пост председателя правительства Тульской области. Глава Самары Елена Лапушкина на еженедельном оперативном совещании представила новых руководителей. На должность главы Департамента общественных и внешних связей аппарата администрации назначена Ирина Степнова. Директором МАУ «Самарская набережная» стал Артемий Анисимов. В Самаре началась первая летняя жаркая неделя. С 3 по 5 июня столбики термометров будут на отметке 30 градусов. Как уточняют синоптики, температура в первой декаде месяца ожидается на 4 градуса выше многолетних значений. На этой неделе в Самаре специалисты проведут ремонтные работы с кратковременными отключениями холодной воды. 4 июня с 11 до 14 часов подачу холодной воды ограничат по адресам улицы Мичурина, Клиническая, Больничная. 6 июня с 9 до 17 часов холодного водоснабжения не будет в частном секторе в квадрате улиц Металлургической Азовской, Воевотина и Зубчининовского шоссе. На Самарской набережной прошел зеленый марафон 20-24. Дистанции 4,2 километра и 10 километров. Отдельно организовали старты для детей и людей с особенностями здоровья. Спортивный праздник прошел в этом году в 60 городах страны. Футбольный клуб «Акрона» из Тольятти обыграл по сумме двух встреч «Урал» и впервые вышел в российскую премьер-лигу. Спортсменов и болельщиков с этим событием поздравил в Рио губернатора Вячеслав Федорищев. Он подчеркнул, что выход «Акрона» в премьер-лигу придаст мощный импульс развитию всего футбола в Самарской области, привлечет к занятиям спортом еще больше ребят. В Самарской губернтской думе состоялось седьмое заседание Ассоциации молодежных парламентов Приволжского федерального округа. В нем приняли участие представители 14 регионов ПФО, а также ДНР и ЛНР. Обсудили меры поддержки инновационной деятельности, озвучили предложения по поддержке молодых специалистов. В Самарской области из-за ремонта с 3 по 7 июня ограничено движение автотранспорта через железнодорожные переезды между станциями «Безымянка» и «Смышляевка». Движение автомобилей осуществляется в зависимости от графика путевых работ, либо через 1115-й километр, либо через 1118-й километр или по дороге под железнодорожным мостом. 42% жителей Самарской области никогда не откликаются на вакансии с зарплатой ниже ожидаемой. Соискатели из сферы науки и образования, а также IT-специалисты более лояльны к заработку, если им нравится компания. Чаще всего не готовы идти на уступки представители розничной торговли, где 52% откликаются на вакансии только с ожидаемым уровнем дохода. Чтобы не наткнуться на мошенников при поиске сезонной подработки, эксперты советуют заключать с работодателем официальный договор, а не ограничиваться устными договоренностями. Следует избегать работодателей, которые уверяют, что за неделю обучат инвестировать или проводить аналитику данных. Обманом также являются вакансии, где от работника требуют денежных вложений. Субтитры создавал DimaTorzok